Добрый день, мои подписчики, здравствуйте, зрители моего канала. Сейчас у нас будет второй прогноз, почему-то вдруг захотелось его снять. Будет ли взрыв, ядерный взрыв, на атомной электростанции в Энергодаре. Будет ли в ближайшее время взрыв. Первая арка, башня, разрушение. Не очень, конечно, надеживающе. Дальше несколько карт достану, понятно. Еще арка, колесница. И еще давать Энергар. Так. Так, ну что, пятый для точности уже более полная картина. Понятно. Так, что мы видим? Ситуация, конечно же, не очень часто хорошая. В ближайшее время, возможно, еще какие-то, конечно же, разрушения, удар, шок, какие-то перемены, что-то из этого. Опять же говорю, это не обязательно разрушение и не обязательно. Это могут быть неожиданные изменения тоже. И потрясения, ну и, конечно же, разрушения. Ну и также может быть освобождение. То есть, тут уже вариантов много. Следующее. Неприятное окружение, нерешительность. Непонятно, что делать. Да, там действительно ситуация непонятная. Что делать, не ясно. Но. Тут нужно, знаете, обстоятельства так сложились, пока ничего вот не делается. Пока руки связаны. То есть, решить ситуацию в Энергодаре пока сложно и практически невозможно. Ну, я имею в виду на улучшение. То есть, там сейчас все непонятно и невозможно решить. И, конечно же, да, вот, видите, могут быть какие-то еще там разрушения, перемены, изменения, шок. Ну, понятное дело, удар, ничего приятного там сейчас не происходит. Также, может быть, это я вижу как наступление, поставленные цели. То есть, это движение вперед, это прогресс в решении этого вопроса, возможно, да, в ближайшее время. Все-таки вот эти вот два момента пройдут. Ну, грубо говоря, вот этот первый шок. То, что сложилось в ситуации. Потом то, что непонятно, что делать. Сразу это и не ясно, что невозможно решить. И все-таки цели будут поставлены. Будет, знаете, такое вот движение вперед и прогресс в решении этого вопроса. И, конечно же, преодоление препятствий. И наступит какое-то равновесие в решении этого вопроса. Да, будут приняты все необходимые волевые решения. Волевые именно решения. Можно сказать, даже судьбоносные. Тут включится вопрос аналитики, логики, мышления. И вопрос будет вот так решаться. Да, будет, конечно же, все равно еще суета, качели какие-то, непонятки в этом вопросе. Может быть, суета, может быть, нехватка даже денег для решения, достаточного решения этого вопроса. Но я имею в виду, чтобы не было то, о чем у нас расклад. Вот. Но по этим картам не могу сказать, что не будет взрыва никакого. Ядерного взрыва не будет. Вот. Я считаю так. Карты говорят, да, суета, да, непонятно, что делать. Но все наладится, все решится. Более-менее стабильная ситуация будет. Нужно будет проявлять, знаете, такую гибкость, приспособление, баланс держать. То есть, да, будет тяжело еще, будет сложно, будет все так балансировать по этому вопросу. Но не вижу, чтобы тут возможен взрыв. Давайте еще одну карту для общей ясности все-таки заключительную достанем. Которая вот будет, не будет. Так. Нет, не будет. Не будет однозначно никакого ядерного взрыва. Будет, наоборот, помощь. Будет помощь. Полученная благотворительная помощь для решения этого вопроса в положительную сторону. И это все, как я уже сказала, расклад мой был на ближайшее время. Будет помощь. Помогут. Деньгами. Будет какая-то, даже, знаете, вот, именно помощь и заслуженная награда. Ну, то есть, это даже больше, я тут вижу эту карту, как помощь. Помощь в решении этого вопроса. Так что, думаю, успокаивайтесь. Все будет хорошо, никакого взрыва атомного, там, ядерного, какие там они еще могут быть, не будет. Так что, всего вам хорошего. Желаю вам благополучия. До встречи на моем канале. До встречи на моем канале.